Платформа номер 7, отправление в 10.13. У нас сейчас 10 часов, может быть 10.05, так что думаю, что это наш поезд, и вот мы ждем знака, чтобы зайти. Показываю лондонское метро, вот одна из станций лондонского метро. И вы знаете, когда я, допустим, англичанам показываю московское метро, все в таком шоке, когда видят наши красивые люстры, различные колонны мраморные, залы красивые, остановки вот эти вот. А из таких станций очень такая скромная. Переходы тоже очень скромные, скажу я вам. Как вы помните из предыдущего видео, это наша поездка в Лондон во вторник. Встреча с мамой и ее мужем, посидели немножко в кафе, затем пошли в посольство, чтобы получить паспорт. Паспорт я так и не получила, потому что перепутала время выдачи. Поэтому буквально через пару дней, а именно в пятницу, нам пришлось ехать опять в Лондон, но теперь уже без мамы и Кена, теперь только мы с Колином поехали. А в тот день у нас было очень много времени, чтобы прогуляться по Лондону. Но единственное, хочу вас огорчить, мама с Кеном уехали домой. Они с нами не остались, приехали для того, чтобы с нами повидаться, посидеть в кафе, пообедать и все. Они просто не захотели возвращаться домой в час пик. А у нас был билет, обратный билет, уже на 8 часов вечера, поэтому нам нужно было куда-то деть вот это время. Ну и в Лондоне, конечно, есть на что посмотреть. Забежали в один из наиболее популярных универмагов, который называется Selfridges. Грандиозное открытие этого универмага состоялось в марте 1909 года на Оксфорд-стрит. Тогда тысячи людей собрались вокруг огромного здания и поражались тому, что буквально год назад на этом месте был просто котлован. А сама вот эта часть, Оксфорд-стрит, считалась нелюдимой и совсем непопулярной. В новом магазине было около двух десятков витрин. И каждая витрина просто завораживала, потому что представляла из себя какую-то небольшую сценку. Здесь, конечно, и кафе, и женская и мужская одежда, и косметика, и аксессуары, и обувь, и различные бытовые товары, чего здесь только нет. Ну и, соответственно, бренды тоже здесь представлены самые разные, от люксовых, дорогих до таких более демократичных. А уж в рождественскую пору, вот как сейчас, смотрите, все уже украшено, все сверкает, сияет, огнями горит просто невероятно. Вот это я сейчас показываю адвент-календари. Ну и, скорее всего, это бьюти-адвент-календари, как мужские, так и женские. Вот я смотрю различных тоже марок. Ну и цены, вы знаете, вот, наверное, от 50 фунтов до 200, до 300, до 600 даже бывают, если это дорогие очень. Диор, например. Кстати, Колину тоже присмотрела такой вот адвент-календарь с какими-нибудь небольшими, ну, я не знаю, может быть, шампуни, гели, да, какие-то мужские такие туалетные принадлежности. Но есть они разных вообще типов. Есть с бутылочками вина, есть с сыром, есть с какими-то пирожками, конфеты. Ну, то есть, чего там только нет. Какой только наполнитель не вкладывают. Ну вот, смотрите, какое разнообразие вот этих адвент-календарей. С 1 по 24 декабря вас ждут маленькие подарочки. Вот, например, бренд Benhali Gons, который выпускает тоже календарь, и цена его 395 фунтов. Известный британский парфюмерный бренд. Ну, вы, конечно, знаете, что такое адвент-календарей. Это как раз календарей ожидания. С 1 по 24 декабря вы открываете маленькое окошечко в этом календаре, за которым вас ждет тоже очень симпатичный сюрприз. Может быть сладкий, может быть вкусный. Может быть изысканный аромат. Ну все, вышли из универмага, посидели в кафе, вдоволь налюбовались рождественским маленьким рынком, который там есть, я вам показала. И приобрела несколько новинок, которые покажу тоже в конце видео. Ой, Лондон в ночи, перед Рождеством. Это просто что-то. Это просто что-то. Ну, еще, конечно, не все украшено, но вот огромный вот этот вот универмаг Селфриджес, он, конечно, поражает своей красотой, выдумкой. Очень красиво. Смотрите, как все украшено. Не только я одна иду. Вот так вот с телефоном снимаю. Время всего пять вечера. Смотрите, как темно. И все уже горит и сверкает. Вы знаете, так шумно, так многолюдно. Все кричат, машины сигналят, туда-сюда ездят. В общем, ничего не могла прокомментировать, поэтому отключить пришлось мне все звуки и наложить музыку, и вот начать комментировать. Вот это как раз и центральный вход магазина Селфриджес. Мы не знаем, куда мы идем. Нам до поезда осталось еще два часа, поэтому нам нужно где-то провести время. И вот мы в центре направляемся. Мне кажется, вот впереди там универмаг Либерти, но не уверена. В центре находится каток, небольшой такой. Он уже открыт, работает. Если честно, я уже забыла, как кататься на коньках. Говорят, что никогда это не забываешь, если катался когда-то в жизни своей. Но когда я приезжала в Ульянск, я навернулась несколько раз, причем очень хорошо. Вот. Знаменитый универмаг Либерти. И мы сейчас... У нас не так много времени, но мы сейчас туда зайдем и пройдемся. О, боже, лифтик. В общем, в моем выпуске сегодня два универмага, и оба они заслуживают внимания. Само здание, конечно, является отдельной такой достопримечательностью. Оно построено в тюдоровском стиле, черно-белый такой вариант. И вот я сейчас только что показала потолок, и вот эти вот балки темные. Они взяты со списанных кораблей, и в целом, и в общем, здание и внутри, и снаружи смотрится вообще очень оригинально. Я вот стою напротив, и смотрите, вот эти этажи разделены как будто бы окошками, и в каждом окошечке своя жизнь. Необычные такие причудливые переходы из одного отдела в другой. И товары, конечно, все такого, знаете, люкс, класса люкс. Ну, и здесь вот в одном из залов посередине стоит модель этого самого универмага Либерти. Смотрите, какой он огромный. Центральный вход показываю. И вот идет, идет, идет. Смотрите, просто-просто невероятный. Ну, и у нас не так много времени осталось до нашего отхода, до нашего поезда, поэтому мы буквально вот пробежимся здесь по двум, наверное, этажам, в основном посмотрим на рождественские украшения, на какие-то игрушки тоже. Вот все, что здесь есть, все, что здесь выставлено. Цены, конечно, не дешевые. Вот, смотрите, елочная игрушка как раз с изображением здания. Мне интересно, конечно, здесь посмотреть на все. Хоть я и сказала, что ничего больше не буду покупать к Рождеству, потому что у нас очень много всяких разных декораций на чердаке лежат. Но, тем не менее, может быть, мне что-то приглянется, и все равно я что-то куплю. Вот, например, мне очень понравилась вот эта самая игрушка, которую только что показал Колин. Сет такой «Гелоснежка и семь гномов» в 495 фунтов. Этот универмаг считается одним из лучших продавцов предметов дизайна. Ну, например, если вам хочется какую-то уникальную вазу или вот мебель в таком, знаете, принте, какие-то подушки невероятные с цветовой гаммой, то вам обязательно нужно сюда. Цены, понятное дело, здесь достаточно высокие, распродажи не очень большие, и ценник ненамного падает. Ну, и магазин поддерживает многих молодых дизайнеров в начале их карьеры. И называется «Либерти» в честь его основателя. Вот буквы заметили? LPT. Вот так выглядит огромный, уникальный универмаг, который называется «Либерти». Это вот его центральный вход. Мы зашли с заднего кирильца, а вот это центральный. Все уже готово к Рождеству. Все украшено. Ну, кстати, не так много народу, хотя сегодня вообще-то вторник. Возможно, поэтому. Ну вот, наверное, и все. Такой у меня сегодня репортаж получился. Всем вам, как всегда, желаю отличного настроения, здоровья и всех благ. Пока-пока. Увидимся позже. Редактор субтитров А.Семкин